Актуальные вопросы, которые затрагивают самые разные сферы жизни. Сегодня обсудили на 36-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В режиме видеосвязи парламентарии из 12 регионов России и Республики Абхазия рассмотрели и поддержали 60 предложений и законодательных инициатив. Семь из них подготовили депутаты Волгоградской областной думы. Детально нормотворческие предложения региональных законодателей обсуждались вчера на заседании восьми профильных комитетов Южно-Российской парламентской ассоциации. А сегодня на итоговой конференции ЮРПА были приняты окончательные решения. Особое внимание уделено вопросам поддержки работы предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, производителей товаров, работы и услуг в условиях санкционных ограничений. В числе семи инициатив волгоградских парламентариев, обращения к правительству страны о включении мероприятий по развитию службы крови в нацпроект здравоохранения. Препараты крови сегодня хорошо востребованы во многих отраслях медицины, а последняя масштабная модернизация донорских центров осуществлялась в 2012 году. Учитывая такую активность, особенно в период коронавирусной инфекции, вполне логично через 10 лет задастся целью поменять оборудование, отремонтировать все службы крови Российской Федерации. Поэтому мы обратились в правительство Российской Федерации, чтобы это было выполнено на федеральные средства. Еще одна инициатива депутата Волгоградской областной думы, принятая на конференцию ЮРПА, направлена на поддержку многодетных семей. По мнению парламентариев, семер социальной поддержки этой категории жителей целесообразно систематизировать и объединить в отдельную государственную программу Российской Федерации. Мы считаем, что принятие единой государственной программы поможет более эффективно решать поставленные задачи, повысить ответственность исполнителей и усилить финансирование данного направления. Поддержку всех законодателей Юга России также получила инициативу волгоградцев распространить действия пушкинских карт на неработающих пенсионеров, что позволит пожилым людям бесплатно посещать музеи, театры, концертные площадки, тем самым разнообразить культурный досуг и сделать свою жизнь более содержательной. На конференции были одобрены предложения по совершенствованию работы информационной системы ЖКХ, реализации программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, обеспечения безопасности на железных дорогах, инициативу по улучшению лекарственного обеспечения, льготного ипотечного кредитования, развитие курортной инфраструктуры. Следующая 37-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации состоится осенью этого года в Республике Адыгея. Илья Власенко, Андрей Кирсанов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok